Добрый вечер, с вами снова я и фильм на вечер. Помнится, лет 10 назад был такой фильм с претензией на блокбастер. В памяти осталось, что он был веселым, динамичным и с кучей спецэффектов. И еще кое-что. Теперь у тебя и голос не твой, и рожа чужая. И на кого я похож? Серьезно? Дедок китайский? А ты тогда кто? Твоя взяла, Рой. И вот как бы вторая часть. По идее, она должна быть более навороченной, хотя бы по части спецэффектов. Но нет, нихуя. Видимо, франшизу выкупили более бедные ребята и сняли кино на те деньги, которые были в наличии. Во-первых, первая часть была очень динамичной. Все события в ней происходили в современное время. Плюс музыка, юмор и другие моменты сделали этот фильм очень интересным. В общем, это я к чему, а к тому, что после просмотра первой части ждал с нетерпением часть вторую. Начну с того, что действие происходит в США во второй половине 19 века. Если мне память не изменяет, то события первого фильма проходили в наше время. Так почему тут нестыковочка? А я скажу почему. Потому что перенос 19 век, по сути, на Дикий Запад уже экономит бюджет. По сути, это кино мистический и комический вестерн. Минимум реквизита и декораций. Значительная часть съемок на природе. Ну и спецэффекты не представляют собой ничего особенного. Поначалу кино смотреть было интересно. Все же есть юмор, некая интригующая завязка. Но затем все становится предсказуемо и неинтересно. Сюжет фильма вторичен. Нет, декорации, конечно, интересные и даже смотрятся неплохо. Но почему-то нет предыстории. Да, в процессе фильма, конечно, понятно, что, как и в первой части, есть небесные полицейские и есть дохляки. Вторые, это те, кто уже умер и должен был попасть в ад. Но по какой-то причине этого не случилось. Главный герой и подруга из дневников вампира с их юмором и харизмой не вытягивали фильм. Актер играет более-менее убедительно. Но за них совершенно не переживаешь. В том смысле, что заранее знаю, что ничего им не будет, что они победят. Юмор здесь присутствовал и я даже несколько раз улыбнулся. Но его было так мало. В основном пустые разговоры в стиле Дикого Запада и мыльных сериалов. Короче говоря, музыкальное сопровождение, как мне показалось, к сценам вообще не подходит. Еще ракурсы. Бля, я вообще в шоке. Просто мне кажется, что они настолько неудачны, как будто какой-то блогер снимал, у которого столько, сколько у меня подписчиков. В общем, я не ожидал такого продолжения призрачного патруля. Наверное, в этом фильме три плюса и это три персонажа. Не рекомендую однозначно. С вами был я, коллегула. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok